Всем привет! Смотрите, как установить Synology DSM на компьютер с помощью Xpinology загрузчика. Как вернуть к жизни старое нас хранилище Akeras Fire H340, которому нет сетевого доступа. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. XP-Nology это не операционная система Linux, такая как Ubuntu или другой распространенный дистрибутив. Это загрузчик для операционной системы Synology DSM, которую они используют на своих устройствах NAS. DSM работает на специальной версии Linux, разработанной Synology, поэтому ее нельзя напрямую сравнить с настольными или серверными дистрибутивами. Он оптимизирован для работы на NAS-устройствах со всеми предоставленными функциями. XP-Nology дает возможность запускать DSM на любом устройстве, к примеру, старом ПК, сервере или NAS-хранилище. Таким образом, вы можете сделать из него аппаратное сетевое NAS-хранилище с мультимедийными и облачными функциями операционной системы DSM. DiskStation Manager DiskStation Manager – это интуитивно понятная операционная система с веб-интерфейсом, которая помогает пользователям управлять файлами на сетевом хранилище. Далее в видео я покажу, как установить операционную систему DSM с помощью загрузчика XP-Nology на сетевое NAS-хранилище от фирмы Acer Model H340. Следуя данной инструкции, вы сможете установить эту операционную систему на любой ПК или подобное устройство. В моем случае NAS-устройство не получилось сбросить к начальному состоянию и установить стандартную операционную систему, вследствие чего было принято решение установить на него операционную систему DSM с помощью загрузчика XP-Nology. Данная модель NAS позволяет подключить к нему видеокарту для дальнейшей настройки. При подключении видеокарты выяснилось, что с внутренней флеш-памяти операционная система не может завершить установку и вследствие устройство недоступно по сети. Для вывода изображения на экран потребуется видеокарта формата PCI-Express X1. Так как это довольно редкая карта, я использовал специальный переходник Razer с формата X1 на X16. Далее нам нужно будет попасть в BIOS, чтобы настроить загрузку с внешнего USB-накопителя. Для входа в BIOS сперва на выключенном устройстве нужно установить перемычку и замкнуть эти два контакта. Затем подключить к устройству USB-флешку с загрузчиком, клавиатуру, мышку и сетевой кабель. Как создать загрузочную флешку с загрузчиком XP-Nology покажу чуть позже. Далее включаем NAS и чтобы войти в BIOS, жмем на клавиатуре клавишу F2. Переходим в раздел Boot. В данном списке определяем нашу флешку и переносим ее вверх списка клавишей плюс. Далее нажимаем F10, чтобы сохранить изменения настройки и перезагрузить устройство. После чего у нас в хранилище будет грузиться с флешки. Чтобы сбросить настройки загрузки, достаточно убрать перемычку. Итак, с настройкой самого устройства мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим, как установить DSM. Для упрощения процесса скачайте утилиту XP-Nology Tool. Ссылку на форум, где ее можно скачать, оставлю в описании под видео. Далее нужно определиться с выбором версии системы Synology DSM в соответствии с материнской платой вашего компьютера. Если это старый компьютер, который не поддерживает UEFI, рекомендуется использовать DSM в версии 5.2 или попробовать DSM 6.2.1 с загрузкой 1.0.4. В остальных случаях должна подойти представленная в данном видео. Запускаем XP-Nology Tool. Открываем вкладку загрузки. Здесь выбираем нужную версию загрузчика. Мне нужна версия 1.0.3. Для устройства DS3617. Уже проверенная рабочая версия загрузчика. Скачиваем архив Synoboot.zip. И далее нужно будет скачать DSM в соответствующей версии 6.2.1.0.3. DS3617. Распаковываем архив с файлом образа Synoboot. И копируем в ту же папку файл с расширением Pad. Теперь можно создать загрузочную флешку. Этот USB накопитель станет частью системы, с которого будет выполняться загрузка начальных драйверов и загрузчика. По объему подойдет и старая флешка на 4 гигабайта. Далее нужно выполнить монтирование образа загрузчика и его дальнейшее редактирование. В окне программы XP-Nology Tool открываем вкладку Portable Tools и запускаем программу монтирования OSF Mount. Жмем Mount New, указываем путь к файлу ISO образа, выделяем его и жмем Открыть. Выбираем здесь нулевой раздел или вписываем в это поле 2048. Ниже снимаем отметку напротив Read Only и устанавливаем напротив Mount As Removable Media. ОК. Открываем его, кликнув два раза левой кнопкой мыши. Переходим в папку Grab. Ищем файл GrabConfig и открываем его в блокноте. В данном файле нужно изменить поля Вид и Пит. Вписать сюда значения нашей флешки. Узнать их можно в свойствах накопителя. Из приложения XP-Nology Tool запускаем программу USB Device View. Здесь флешка отображается как Mass Storage. Чтобы убедиться, что это та, что нам нужно, можно ее открыть. Копируем и переносим значения в Product и Vendor ID. Далее нужно изменить еще один параметр, а именно серийный номер устройства в этом поле. Для того, чтобы получить серийный номер, запускаем программу Serial Generator. Здесь выбираем модель в соответствии со скаченными файлами. У меня это DS3617. И жмем Сгенерировать. Копируем и вставляем его в файл. А после сохраняем изменения. Отмонтируем его в программе OSF Mount и выходим из нее. Теперь этот измененный образ нужно записать на подготовленный USB накопитель. Открываем Rufus и создаем загрузочную флешку. Выбираем накопитель. Затем файл образа. Загрузочный накопитель готов. Теперь можно приступать к установке. Вытаскиваем флешку с ПК и вставляем в сетевое хранилище. Включаем NAS. Ранее я уже настроил в BIOS загрузку с USB. Если все прошло успешно, выведите черное окно с белыми буквами. Выбираем первый пункт и жмем Enter. Загрузчик готов к установке. Для запуска установки переходим к ПК, с которого будем управлять данным устройством. И запускаем Synology Assistant. Разрешаем доступ к Ренмалеру. После запуска программы автоматически начнется поиск устройств. В списке должно появиться устройство DiskStation. Состояние не установлено. Выбираем его и жмем Подключиться. В открывшемся окне браузера вы увидите начальный экран установки операционной системы DSM. Жмем здесь Установить. А затем выбираем Ручную установку. Указываем путь к ранее скачанному под файлу. И кликаем Установить сейчас. Всплывающее окно предупредит, что все данные на диске будут удалены. Соглашаемся. После начнется форматирование раздела и установка менеджера. Продолжительность процесса установки зависит от скорости жесткого диска. Ждем пока устройство не перезагрузится. Через пару минут после перезагрузки нас должен появиться в сети. Система установлена. Далее нужно указать имя сервера. Пользователя. И пароль. Отключаем автоматическое обновление. Выбираем из списка Уведомлять. И жмем Далее. Квик коннект для неофициальной версии лучше пропустить. Если нужно, его можно будет настроить позже. На этом процесс установки DSM окончен. Устройство готово к использованию. Далее можно собрать из дисков RAID массив, настроить сетевый доступ и добавить общедоступные папки. Для объединения дисков массив, кликните по кнопке меню и откройте диспетчер хранения. Здесь перейдите в раздел Пул ресурсов хранения. И для того, чтобы создать новый пул, нажмите Создать. Выберите тип будущего пула. Улучшенная производительность или дополнительная гибкость. Выберите нужный тип RAID массива и нажмите Далее. Перетащите диски, из которых будет состоять будущий RAID, в правую часть окна. Далее. Система предупредит, что все данные на дисках будут удалены. Жмем ОК для продолжения. В следующем окне проверяем параметры и жмем Применить. После система выведет сообщение о том, что перед тем, как начать использовать пространство пула, нужно создать ТОМ. Жмем ОК. Для создания ТОМа открываем пункт меню Управление разделами и жмем Создать. Выбираем пул. Далее. Если нужно, в следующем окне меняем размер и жмем Далее. Выбираем файловую систему. Далее. И в следующем окне для подтверждения настроек жмем Применить. После создания массива и разделов появится возможность добавить общедоступную сетевую папку. Для этого откройте панель управления, папка общего доступа, Создать. Введите имя папки, Описание. Выбираем местоположение. Снимаем ограничение разрешения и жмем Далее. Если нужна, задаем пароль и для подтверждения внесенных изменений жмем Примени. В следующем окне устанавливаем разрешение для пользователей и жмем ОК. Теперь к ней можно подключиться по сети и записать данные. В случае любой ситуации с утерей данных с NAS восстановить информацию вам поможет утилита Headman Raid Recovery. Программа поможет восстановить информацию при случайном удалении файлов с диска NAS-устройства, форматировании накопителя, неправильной настройке, прошивке устройства и других ситуаций с потерей данных или пропаже доступа к сетевому диску и повреждении RAID массива. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов RAID и в большинстве случаев в автоматическом режиме соберет разрушенный RAID. Для восстановления извлеките диски из устройства и подключите их в ПК с операционной системой Windows. Загрузите и запустите программу. Headman Raid Recovery в автоматическом режиме соберет из накопителей разрушенный RAID. Для отображения содержимого дискового массива кликните по диску правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Выберите тип анализа и для запуска поиска файлов нажмите далее. И по завершении готово. Найдите каталог, в котором хранились нужные файлы. Кликнув по файлу, вы сможете посмотреть его содержимое в предварительном просмотре. Далее отметьте все, что нужно вернуть и нажмите восстановить. А затем укажите диск и папку, куда сохранить данные. После переходим по указанному пути и проверяем наличие восстановленных файлов. Что касается Xpinology, то это отличное и дешевое решение для домашнего проекта. Если вы ищете надежную операционную систему для нас бизнес-уровня, лучше приобрести настоящее устройство от Synology. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok